Площадь возгорания составила порядка 25 тысяч квадратных метров. Огонь распространялся ветром. С пожаром удалось справиться, не подпустив огонь к жилым строениям и инфраструктуре. Около трех недель назад примерно в том же районе также был крупный пожар. По одной из версий, виновники – браконьеры, которые выгоняют дичь с помощью петард. При этом обстановка остается пожароопасной, особенно с учетом усиления ветра. А спусковым крючком почти всегда является человеческий фактор. Из 15 пожаров, произошедших на минувшей неделе, 8 связаны с возгоранием камыша, травы или бытового мусора. Если вокруг и местность такая, что есть сухая трава вокруг, прилегающая где-то может быть и камышам и так далее, это все должно быть окошено, это должно быть убрано, скошенная трава должна быть собрана и утилизирована соответствующим образом. Не сжигать мусор, не разводить костры, если даже использовался или применялся в каком-то случае или в образе, может быть это происходило каким-то механическим путем, обязательно обеспечить контроль, чтобы это прогорело. Это нужно пролить, это нужно разгрести для недопущения возможных повторных загораний, бесконтрольных. Также обращаю внимание наших водителей, которые поезжают вдоль дорог, которые выбрасывают, в первую очередь это окурки, это стекло, это общественное поведение, скажем так, потому что на солнце, сегодня погода у нас очень хорошая, и на солнце лежащая бутылка в сухой растительности, имея принцип призмы, может привести к загоранию.